Чиновница Саратовской области Татьяна Бузовская написала в соцсетях пост о скулящих роженицах. Из-за этого ее сняли с поста его руководителя Центра молодежных инициатив города Энгельс, по-моему, Саратовской области. Одновременно с этим власти Красноярска оштрафовали 17- и 18-летнюю девушку за нарушение режима самоизоляции. К слову, девушки в момент нарушения режима самоизоляции были ограблены и изнасилованы местным подонком. Ну, как бы это не имеет значения. Поговорить я хочу о другом. Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Захарыч Блаженный. Ну, скажите, ну, разве будет вот теперь среднестатистического россиянина волновать новость о том, что Дмитрий Песков, ну, тот с усами пресс-секретарь Путина, и Татьяна Навка заболели коронавирусом. Апчхи! Начхать, короче, да? И среднестатистический россиянин, ну, то бишь я, может только указать им, повторить направление, которое до этого указал нацлидер Путин, в рай. Ну, у них свой рай. Вот. А куда интереснее мне другая ситуация о том, как 20 вооруженных спецназовцев, и даже больше, почти полувзвода, штурмовали дом Александра Габышева, якутского шамана, который уже ходил изгонять Путина, и очень-очень напрягать им власти. Представляете, простого человека, который объявил себя шаманом, они испугались так, что посылали до батальона его хватать в один из разов. В этот раз полувзвода и карательная психиатрия. Александра Габышева увезли в психиатрическую больницу. Это карательная психиатрия. А перед этим, друзья, была карательная эпидемиология. Ибо к Александру Габышеву несколько раз приезжали люди, которые невнятно представлялись, и предлагали либо пройти тест на коронавирус, либо сразу поехать в обсерватор, то есть в карантин. Ну, где могут проводиться над людьми бесчеловечные эксперименты, могут их просто травануть, и все, что угодно может произойти. Ну, как у нас в путинском Ирофистане и бывает. Что ж, друзья, это служит лишь подтверждением моему предыдущему, нескольким предыдущим роликам, когда на меня прям форменная атака была совершена. А также еще один штришок к портрету, то, что в Белоруссии происходит масштабная репрессия, акции давления в отношении тамошних блогеров. Даже не только оппозиционных, а тех, кто хотя бы объективно выражает свою точку зрения. О чем это говорит? Об одном. Вся вот эта оккупационная конструкция власти, которая одинакова и однородна не только в России, но и в странах бывшего СНГ, это одна группа лиц, действующая по предварительному сговору. Банда, короче. Поганая банда. Так вот, эта банда трепещет. Как я говорил ранее, любимое число сатаны – двойка. Ложь и страх. Так вот, у этих тварей ложь уже рассеялась. Остался только страх, которым они могут оперировать. Долго ли они смогут усидеть на табуретке всего с одной ножкой? Нет. Их конец, конец поганого режима, вот этого пост-КПССовского ублюдочного режима, Кагала близок к завершению. Что ж, подписывайтесь, друзья, ставьте лайки, пишите комментарии. По мере возможностей и желания поддерживайте мой труд. Я в этом нуждаюсь, потому что я, повторюсь, никакой не цеховик, а тружусь исключительно в ваших интересах и только благодаря вашей поддержке. Что ж, ну, бороться и искать, найти и перепрятать. Вот девиз арбатского хулигана. Не сдавайтесь, друзья, не будем сдаваться. Этот режим падет. И никакие путинские, или кто там за него, подачки в 10 тысяч рублей, 120 долларов на ребенка, их уже не спасут. И коронавирус, Песково-Навки их не спасет. И увольнение саратовской чиновницы, и самоизоляция их уже не спасут. Государство образования Иерофистан находится в полном моральном крахе, а сейчас приближается время тотального краха, разворованной, несчастной Родины нашей. Доброго дня. Не будем отчаиваться, мы победим. Только потом придется горы мусора разбирать и заново многое отстраивать.